МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Финальника у мая намер принять удел у реализации международного проекта по створению спортивных клубов для людей с обмежеванными махчимастями. Завтра у Минску отбудется финал республиканского конкурса «Студент года-2016». Подтримаем представницу нашей в области Алину Данильченко. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Надзвычайный полномоцный посол Республики Польши у Беларуси Кондрат Мартин Паулик мая намер обмерковать пытань непоширенне супрацовництва с Гомельской областью. С этой нагоды дипломат сегодня прибыл в областный центр. В программе визиту – ознаймление с деятельностью польских резидентов в свободной экономической зоне и встреча с керавництвом Абловы Конкама. Зараз на территории Гомельской области дейничают 25 предприемств с удделом польского капитала. Всеруд основных на керунках деятельности – древопрацовка, сельская господарка, оптовый гандр с божем и перепрацовка неметалличных отходов. Разом с тем статисты капошних годов свечать об реальности поширения двухбаковых относин. Так, коли в 2014-м агульный товарооборот складал 257 миллионов долларов, то сё ли таю намаль удвоя меньше. Разом с тем обжидании польских бизнесменов укладывать инвестиции у экономико Гомельской области сведшить у приватности факт регистрации у свободной экономической зоне товариства ДЛКОМ-40. У планах этого предприемства открытие экспортно-орентованной меблевой вытворчасти со створением больше, как 600 прационных мест. Набраны рабочие. Сегодня на предприятии работает около 60 человек. Первые рабочие места – это швеи. Они сейчас будут проходить обучение, в том числе и в Польше. В следующем году будет вторая очередь, еще более крупное производство. Вначале будут производиться компоненты для мебели, дальше будет полномерная сборка мебели для польской компании. Гомельские крамы обещают до Нового года массовые распродажи. Некоторые гандлевые объекты плануют снизить ценным минимум на 40%. Те есть у Гомели соправдные скидки. И что хавается за словом «распродажа»? Кабзняць наступный сюжет, наша здымочная группа два тэдни сочила за объектами гандлю. Настасья Кучинская расскажет про выники на зераннеу. А почнюю пятницу листопада гандлевый центр «Сокрэта» объявил черный. Гэта спроба ухранить в беларуских реалиях традиции, что годовых заходних распродаж. У Европы и США у черную пятницу скидки вагаются от 30 до 90%. Гомельским продавцам до такой щодрости покуль далёка. У Сокрэтия по наших назираниях реальный помер скидки на оденье у черную пятницу 15%. Некоторые продавцы пропоновали 30, а лезумовыми, на приклад, коли робишь две покупки. Таким чином нас подштурховывают, набываясь больше. Про некольки дён мы зноу Сокрэтия уражения неоднозначные. На часы гандлёвых кропок ценники со скидками застались на мессы. Зняли и только плакаты «Черная пятница». Мессами скидки стали навод больше. Правда, и цены на некоторые товары подросли. Вось ценник куртки от 79 рублёв, скидка 50%. Тые ж куртки мы башили у «Черную пятницу». Ценник тут стоял 69%. Скидка была 30%. Але нельха не сказать, что были у Сокрэтия и тые продавцы, які ніяких подозрэння у нас не выкликали. Тым часом гомельские корыстальники интернета западозрэли у падмани покупников буйны будавничий гипермаркет. По ценникам со словом «акция» знайшли звышайны с такой же ценой. Ситуация выкликала буру обурэння. У гандлёвом объекте ЕЕ прокомментировали наступным шинам. Был проведён небольшой ребрендинг. У нас раньше акционная цена была жёлтая, а обычный ценник был оранжевый. У людей была большая путаница понимания того, что сейчас на акции. Люди воспринимали оранжевый неправильно. В большинстве ситуаций всё равно красная цена вызывает у людей большее какое-то внимание. Мы решили перейти на другой цвет ценников, дабы было чёткое понимание того, что этот товар сейчас находится именно на акции. Ситуация возникла только из-за того, что очень большое количество ценников было поменено. Большая была проведена работа, и остался какой-то маленький человеческий фактор. В этой фотографии нет ничего криминального. Цена как была, так и осталась. Сразу был акционный товар. Колер ценника, помер скидок и колькасть акций у нашей краине продавцы вызначают самостойно. При этом некоторые саправды хитруют. Например, робят максимальную накрутку на товар, а после некольки снижают цену, объявивши черговую акцию. Таким чином, под видом скидки, мы часто набываем товар по его реальным кошце. При этом усе у рамках законодавства. Просто маркетинг. Если будут конкретные нарушения законодательства о ценообразовании, то можно наказывать. Но, к сожалению, если это идёт именно обман, который связан с тем, что именно сформирована цена, то есть это регулируется именно торговой надбавкой, а потом он её снизил, то здесь, конечно, сложно говорить о том, что это идёт именно обман. То есть это репутация всего лишь продавца и право покупателя не приобретать этот товар. К сожалению, наши не учитывают, что можно продать большее количество товаров со скидкой и получить за счёт объёма тот же доход, в отличие от реализации небольшого количества товаров с значительной торговой надбавкой. У том же управлении гандлю отзначаюсь, товар по соправдой сниженным ценам у Гомель знасти можно. У первую чергу в бойных гипермаркетах и фирмовых крамах, незалежно от формы властности. Яны мают пылные домовы с промыми пастушчиками. У таких выпадках скидки на товар закладаются ещё на стады в творчестве и не залежат от гандлёвой наценки. У любым выпадку опошнее слово за споживцом. Сакрыт выгодных покупок на сам рэч простый и зрозумелый кожному. Если я покупаю вещь, то я обойду несколько торговых точек, подберу себе какие-то выгодные предложения и после уже приобрету то, что мне больше по карману. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, от телерадио «Компания Гомель». Гомельское областное объединение инвалидов-спинальников мае намер принять уделу реализация международного проекта по створению спортивных клубов для людей с обмежеванными махчымастями. Отповедный конкурс обвешченный у рамках межрегионального супрацовненства Беларуси и Украины. Спорт у жицы человека у колясцы – тема ящедного материала, який подрыхтовали наши корреспонденты. На областной спартакеаде инвалидов-колясочников у программы уклюшили четыре виды споборництву. У тымлику хоть и пара олимпийские, але ящи незвыклы для многих бочи. Кидание мяча на меткость. Для гомельшанина Александра Тимофеева тут нема никаких секретов. Сегодня у его спортивной коллекции медали за перемоги не только у бочи, а и у теннисе, армрестлингу, баскетболе. А прощатого в этом году он стал чемпионом Беларуси по танцах на колясках. Это европейская программа, в нее входят пять танцев. Эти пять танцев нужно запомнить. Эти пять танцев нужно очень красиво станцевать. И эти пять танцев идут сразу. Начинаешь танцевать первый танец, и идет сразу второй, третий, четвертый, пятый. То есть их надо эту всю программу станцевать сразу. У этом году в областном громадском объединении вы решили принять удел у конкурсе, який обвестил Евросоюз. Коли проект станет переможцем, на что есть великие шансы, на гомельшине для инвалидов будут створены некольки клубов со спортивным ухилом и отповедной материальной базой. А прощатого в наступном году гомельские колясочники плануют разом с житомирскими сябрами у першиню ожитявить спуск по одной из украинских рек, ужадающих недохопу быть не повинно. Спуск по реке Убарть инвалидов-колясочников организовывать. Вот группа туда едет в Украину, и там на лодках специальных этих будет спуск по реке. Одновременно там будет группа с украинской стороны и наших белорусских. Ну и тут общение, тут реабилитация социальная. Олег Сюнцеров, Ольга Коновалова, Юген Макенко, телерадио «Компания Гомель». Старшиня Гомельского областного громадского объединения инвалидов-спинальники Геннадзь Золотаров станет сегодня гостем интерактивной программы «Диалог» телерадио «Компания Гомель». Передача выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19.01.20 хвилин. Свои питания гостю студии вы можете задать, потелефоновавши по номеру промога эфиру у Гомелли 77 68 45. Завтра у Минску отбудется финал республіканского конкурса «Студент года-2016». Нашу в областю им представить переможца областного этапу студентка Гомельского державного медицинского университета Алина Данильченко. Одным з выпробованье у республіканского этапу з'является интернет-голосование «За лепший ролик». Володальник самого популярного станет переможцем у номинации «Студент года онлайн». Подтримать представницу Гомельщины можно у социальной сети «Уконтакте» у группе «Молодь Беларуси БРСМ». Отдать свой голос за Алину Данильченко можно до 18.01.08 снежня. Выники будут огучены на финале конкурсу. Мы жадаем Алине паспяхового выступления. И на этом выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры.